Добрый вечер, друзья! Вопрос будем сегодня разбирать о православном интернете. Мы его сейчас пользуемся, православным интернетом, в данную минуту. И у людей, у многих из вас, по опыту нашего портала «Вопросы батюшки», возникают такие вот вопросы. А вот в православном интернете я прочитал вот то, православный интернет говорит вот это, такие-то суждения, такие-то мнения. Приходится их немножко отрезвлять, так сказать, остужать им голову и задавать встречный вопрос, а уверены ли вы в том, что он православный? Говорят, да ну как же, там вот такой-то сайт, он по благословению создан кого-то. Согласен, согласен. Но его содержание, этого сайта, совсем не обязательно соответствует содержанию православной церкви. Ну, возьмите, построили храм, внесли забором, возвели сооружение, храмовую постройку, построили трапезную. Всё ли вы, что там, всё ли, что там вы услышите, можно назвать тождественным православием? Разумеется, нет. А какую ахинею можно услышать, что уши в трубочку свернутся в этом православном храме? Ну, правильно, люди-то все разные. А чем же по интернету от этого отличается? Ровно ничем. На православных сайтах, там, где есть всякого рода форумы, группы, обсуждения, дискуссии, комментарии, комментарии на комментарии, обсуждение комментариев, комментарии на обсуждение, чего там только нет. Там можно прочитать всё, что угодно. А иногда и злонамеренные материалы, которые пишут враги церкви, а иногда и материалы, которые пишут люди, ну, психически не вполне адекватные. Такое тоже достаточно распространено. Ну, ни в коем случае не отождествляйте всё, что вы читаете на православных сайтах с православной церковью. Ну, чтобы вас тут не пугать особенно, всё-таки есть у нас и, он говорит строго православный сайт, скажем, официальный сайт Московской Патриархии. Патриархия.ру, латинскими буквами. Да, пожалуй, всё, что вы прочтёте там, можно и нужно отождествлять православную церковь. Ну, это не так много. Ну, достаточно много, достаточно много интересного. Но помимо этого, вот хотя бы наш собственный проект, Елица Рью, тоже попытка внести православное начало в интернет. Но ведь здесь нет цензуры. Я священник. Если я в чём-то ошибусь, ну, я всё же отвечаю за свои слова. Если вы увидите ошибку в моих словах, пожалуйста, пишите. Либо я поясню, я, либо другой священник пояснит недоразумение, либо исправит его. Но если это не священник, а просто некто, кто зарегистрировался на сайте, что-то такое написал, какое-то в воззвании, а потом убрал свой этот аккаунт, так называемый, его больше нет, ищи его священник. А слова его остались, и людей они пугают, или вводят в заблуждение, мутят мозги. К сожалению, с этим приходится мириться. Мириться в том смысле, чтобы человек понимал, где есть надёжные основания для разумления, для просвещения, а где есть чьи-то такие слова, личные какие-то высказывания, которым и внимания особенно уделять не стоит. Вот такого рода рассуждение о православном интернете, я думаю, поможет всем. Спасибо, Господи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова